ну что я во всей красе сижу это моя звездочка меня как видите личный парикмахер смотрите она у меня и картошку толочь может и посуду моет еще и парикмахер личный они могут немножко не настроение на еще страшного бывает у всех я сменила имидж значит понесется море комментарии по этому поводу хорошо нет не знаю но я всегда говорю эксперименты должны быть это не рука это не надо отрастет даже мой муж старца небесно говорил с собой жить это как на пороховой бочке ложишься с блондинка можно проснуться с брюнеткой с рыжей с какой угодно можно вообще с лысой проснуться поэтому похожу-похожу посмотрю как я вам вышла показать свет при естественном освещении он так знаете ну близок моему натуральному вот красотка моя знаете что меня вчера 8 часов вечера я решила я заняться бегом бегать вокруг грубо говоря дома как она у меня хорошенько тут это тут смотрю какая белая до бледная бледно я мало ли надо бы проверить кстати вот смысл меня опять сбила вот а ребенок сегодня говорит мама черт я одевать этот раз хочу побегать потому что съесть в помещении и у меня кстати я знаете что заметила когда сижу долго в помещении вот в комнате у себя начинает болеть голова то есть я беру там кофе чай или просто выхожу сюда на верандочку постояла-постояла головная боль проходит не знаю чем это может быть связано видите как она шикарная погода мне сегодня вспомнила что когда в мариуполе мы делали ремонт в кухне хотели сделать рабочую зону возле окна но по техническим соображениям там не получилось и вот теперь знаете вот как будто сама себе на пророчила рабочая зона возле окна все как я хотела очень странные звуки она издает пищит часть вафель сделала часть у меня анютка сразу же забрала мама это подожди жары не еще горячий все напекли готово все все то и такое красивое красивое очень красиво природа сегодня продолжаю делиться с вами хорошими новостями позитивными представьте себе вот целый месяц я смотрю на фино всякие там столы и стулья на летнюю скажем так верандочку и сегодня стуга дверь открываю стоит девушка мы ваши соседи мы съезжаем идемте со мной что вы хотите забрать и мне предлагают там лампы полотенце гри нет нет мне ничего этого не надо я возьму только две лампы и спрашивали а в какую цену вы продаете стол и стулья которые на летнюю веранду они переглянулись между собой поговорили отдали мне маленький столик круглые два кресла вот смотрите замечательно но я пока тут все расставляю расставляю смотрю идет глава их семьи и тянет вот вдвоем же вот такой огромный стол и говорю вы что говорю но как бы мне не надо время быть кто-то в этом сильнее нуждается и они мне дают вы здесь будете делать хэппи-энд я не поняла хэппи-энд в английском это как бы счастливый конец но и дочка казала что это летняя кухня как веранда терраса вы здесь будете летом встречать ваших гостей я объясняю что снег он у меня просто ну полопается потрескается зимой и эти люди дали мне еще и банку морилки чтобы могла потом его вскрыть помимо этого не успела морзнуть глазом вот соседи эти принесли мне еще к этому столу комплект вот такие четыре очень хорошие стула так что сегодня день мы просто замечательные вот знаете я не ожидала просто найти этой аффирмации послала во вселенную заказ я очень хочу столик вот такой маленький как раз кругленький два кресла чтобы пить кофе очек здесь наслаждаться красотой и все по заказу вселенная услышала мою просьбу вот что такой сила аффирмации вот сейчас наверное мои постоянные зрители вспомнить что я хотела на свежем воздухе буквально вчера еще пить кофе очек общаться с вами все вот совершилось и солнышко и такая погода соответствующие у меня появился и стол и стульчики и кофе очек всегда со мной волосы намазал маслами потому что как-то они у меня вот перепаленные получились у прям сухие очень я приму знаете масло маслом намазала немножко полечим надо а что хотел сказать очень многие мне в личные сообщения пишут и комментарии под крайними видео о том что я все снимаю в каком-то розовом свете что я ввожу всех беженцев в заблуждение что надо говорить на что нужно все очень реально оценивать я оцениваю все реально и у меня нет никаких розовых очков и людям в личных сообщениях я тоже все это прекрасно пишу я пишу что здесь нет никакого пособия по инвалидности приезжать с пожилыми родителями у кого инвалидность я людям говорю что у анютки тоже инвалидность по зрению но никаких пособий ничего здесь это не предусматривает по поводу выпад смотрите я также всем говорю вот третий этап как у нас мы получили расселение жилье наше стоит 10 тысяч семьсот пятьдесят четыре пойдя на программу я буду получать 15 тысяч ну вот на руки скажем так или даже 13 тысяч там все зависит от налога у кого-то 15 процентов налога у кого-то 25 процентов налога мне еще находясь мы так и пришло что мой налог будет 25 процента ну и вот теоретически я буду получать на руки 13 тысяч чистыми 10 754 жилье и 200 до 1000 у меня вот покажу вам следующая пришла платежка по свету там что-то такое больше двух тысяч почти там 200 то есть я по не считала так 10 754 но округляем 11 и 2 13 тысяч с хвостиками то есть этих вот не хватать не будет вообще ни на что а мне надо ребенка где-то там может быть там что-то еще докупить из одежды нужно кушать естественно какие-то витамины ребенку покупать где на это брать средства я задала этот вопрос своему куратору она говорит не надо стресса начнется все будет хорошо все что она мне сказала по поводу куратора многие тоже очень думаю что кураторы вот девочка она мне написала они в трамсе сказала что каждый месяц куратор приносит им корзину с едой в огромную с витаминами со всеми каждый месяц она приходит нас навещает игру вас наверно какие-то больные родственники то может быть пожилые родители она говорит нет нет но она и у нее двое деток одному ребенку 11 лет другому кажется семь или восемь двое мальчишек нет приходит просто раз в месяц она случится всех вот кто мы где живем рядышком она каждому заходит у вас есть какие там потребности все ли у вас хорошо то есть просто пообщаться заходит наш куратору здесь мы уже достаточно давно я увидела только момент заселения если мне возникают какие-то вопросы я сажусь на маршруточку еду в нафу звоню прошу не спуститься ну как и с масками пишу она когда ей спускается иногда говорит она выехала июне то есть по-разному случается поэтому все прекрасно мы подписчики понимаю что возиться с ними здесь никто не будет но хочу сделать акции знаете на чем кофе холодные не все люди едут смысл здесь остаться далеко не все поэтому уважаемые налогоплательщики не переживайте многие люди идут просто пересидеть смотрите очень у многих остались дома не разрушены и люди прекрасно понимают что здесь норвегии и в польше и во многих других странах жилье они себе не купят не приобретут это это очень очень дорого а половина остались мужья которые их в украине ждут и нужно к ним вернуться то есть и как только у меня девочка как только наш город там отобьет я сразу же полечу домой как только станет поспокойнее мы сразу же полетим домой некоторые люди вот сейчас у меня знакомые с нашего мариуполя находится в польше и спрашивает нам поселились лить в польше там уже войска около мариуполя как вы думаете ли лететь норвегию переждать месяцок-другой то есть очень многие люди настроены просто переждать люди прекрасно понимают что есть люди которые здесь живут по 20 лет коренные норвежцы которые заканчив которые получили высшее образование и при устройстве на работу когда будут подавать режимы конечно же они будут в приоритете ну все говорят о равноправии о том что это страна возможностей но негласно скажем так все говорят что да да смотря какая должность смотря где куда то есть если это какой-то магазин на кассу берут абсолютно всех но если какая-то должность связана с хорошим заработком то надо чтобы за вас кто-то поручился чтобы кто-то дал вам рекомендацию рекомендация рекомендации а убеженцев соответственно рекомендации всех этих нет поэтому рассчитывать на какие-то там высокие должности и вряд ли стоит скажу сразу всем что программистов наших здесь забирают с руками с ногами медики очень нужны но есть очень сложно подтвердить свой диплом конце концов смотрите вы что хотите чтобы я вот начинала свой канал вот так вот знаете утром встаю обратите себе по ту сторону экрана человек прилетел не знает языка не знает страны на каких словах жил человек есть люди которые но тяжело приносятся любые изменения своей жизни вот есть люди которые сюда каши есть люди которые даже вот перестановку никогда не делали это я такой человек переставили мне надоело что то я могу раз сделать перестановку мне что-то надоело я возьму переклею обои я могу видеть и вот что-то мне в жизни пошло не так я могу перекраситься я отношусь к этому проще как я говорю ни рука ни нога все отрастет ни рука ни нога заработаем самое главное это отношение между людьми а все что вокруг на хану притянется им мне как-то по поводу это даже особо не парюсь понимаете вот а есть люди которые по-другому устроены которые в депрессии, которым очень сложно, которые сутками ревут. И что вы хотите, чтобы я начинала канал? Девочки, мальчики, полная опа, денег не хватает. Живут половины людей в подвалах, шуметь нельзя, кататься нельзя, то нельзя, все нельзя, есть нельзя. У меня одна женщина написала, я захожу в магазин, а сливочного масла нет, маргарин. Как же я буду жить в Норвегии со своей поджелудочной железой? То есть у людей и так хватает стресса, поэтому я стараюсь, видите, и я сама по себе так настроена. Вот поставь мне стакан, спроси, он наполовину пустой или наполовину полный? Я отвечу, что он наполовину полный. Естественно, человек какой-то скажет, что он наполовину пустой. Все люди по-разному устроены. Эта черта характера я считаю очень сильной своей стороной, потому что она мне помогает переживать многие трудности. Вот все, что не случается, значит к лучшему. Иногда бывает больно, знаете, вот зубы сцепишь и идешь, значит так было нужно. Значит этот урок тебе был послан свыше. Я уже не помню откуда выражение такое, все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Иногда, конечно, случаются моменты, когда ты думаешь, господи, я этого не переживу, у меня нет сил пережить это. Ну, проходит время, ревешь, 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 а потом жизнь продолжается. Какое-то время дал себе пореветь, ну поревел, все, хватит. Поэтому, девочки, мамочки, что бы вы мне не писали в комментариях, я всегда видела все с позитивной стороны. Я буду продолжать свои репортажи в этом же ключе. Это мой канал, я описываю то, как это вижу я. Минусов много, но смотрите, люди могли эту мебель продать. Они принесли ее мне совершенно бесплатно. Кто-то скажет, сейчас транспортировать гораздо там дороже, поэтому они вам ее отдали. Я не буду во все это углубляться, понимаете. Отдали, я очень благодарна этим людям. Что еще хочу сказать. Подобное притягивается к подобному. Если вы человек позитивный, то к вам будут такие же люди притягиваться. Если вы сильные по характеру, то рядом с вами будут сильные люди, слабые. Но, как бы, знаете, они не будут задерживаться. Потому что слабым сложно, рядом с сильными. Воспитание, манеры у всех разные. Мне последние, наверное, роликов пять. Люди, вот мои постоянные подписчики, в личных сообщениях как-то так деликатно, но абсолютно все пишут. Наталья, вы, наверное, не высыпаетесь, у вас там мешки под глазами. Это еще, знаете, как бы там деликатно. Кто-то написал, что волосики сухие, надо бы подстричься, покраситься деликатно, очень с любовью. А одна женщина мне написала, говорит, я не понимаю. Как люди вообще вас смотрят. Вы же их не уважаете. А я не понимаю, в чем выражается неуважение. Я у нее спрашиваю. Вы меня просите, я говорю, а в чем неуважение она? Но вы же, говорит, вот когда приходят к вам гости, вы тоже, говорит, вот такая вся, как мне ответила, как... Вот вы тоже как чума их встречаете. То есть я, знаете, заставлю знак вопроса, какая чума в смысле? Вы не считаете нужным сделать укладку, вы не считаете нужным накраситься для зрителей. То есть вы их не уважаете. Вот я смотрю там такого-то, такого-то блогера, она всегда, у нее всегда помада на лице, у нее всегда, ну, румяна, тушь, то есть она за собой следит. А вы там такая-то, такая-то, то есть я от вас отписываюсь. Я не считаю, что посыл моего канала каждое утро просыпаться и думать, ой, надо накраситься и нести красоту в мир. Я себя комфортно ощущаю вот в таком состоянии, в каком я есть. Иногда у меня бывает настроение, я думаю, так, сейчас я тут этнички накрасила, все. Но я не из тех женщин, которые ходят по дому, как одна... Я тоже подписана была раньше на одного блогера, которая снимала себя 24 часа в сутки. Она снимала, как она чистит зубы, как она наводит макияж, что она по дому ходит только у нее такие на каблуках тапочки, что она кофе пьет только с красивой китайской чашечки. То есть все разные, и каждому нужен какой-то определенный контент. Если вам нужен контент про красоту, про какую-то гламурную жизнь, ну, это туда. А я себя чувствую комфортно в любом состоянии, вот даже в таком я себя чувствую комфортно. Все, мои хорошие, пока-пока, до новых встреч, искренне ваша Наталья Чалая.